всем приветики 20 июня Коля поехал за Витей помочь туда обшивать баню вдвоем с подручнее я уже поставила вариться молодую картошечку так классно она чистится просто обычной губкой для посуды мамульки уже нарвала на завтрак Мася просится на улицу сейчас выпущу выходи беги беги вот мамульки уже на завтрак нарвала сфокусируется клубнички каждое утро и каждый вечер вот по такой вот пялочки я и срываю и уже малинка прибавилась не знаю не знаю насколько нам хватит клубнички наши но пока есть вот так вот буквально только для мамульки так только хотел сказать где у нас киса лиса вот она киса лиса вот она киса лиса иногда нормально все хорошо дружат иногда в доме слышу что-то маски в этом киске как обычно там умываться лизаться дружиться это как на него зашипит и отгоняет отгонять типа не трогайте меня я сама по себе кошка такая вот ай-яй-яй коля свое витя свое короче ну у каждого свой глазомер каждый по своему вид как правильно отпилить как правильно что сделать вот видите коля догоняет и день я не мешаю я сам все сделаю я сам все вижу коля сразу стоит бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу давай так давай так это кино какое-то ну коли не слухняный ведь как принципе правильно делают коля свое витя свое но в итоге в итоге все получится отвезли видео едем близкие ой как кукуруза быстро выросла продам участок сейчас удивилась возле школы растет сумах я думала он вымерз весь вот эти вот такие вот как огонь соцветия нет не вы не вымерз цветет так красиво так здорово я что-то прям за сумах за это так расстроилась гляньте цветочки какие красота вот тоже сумах но здесь он не цветет а возле школы цветет вот едем маме надо купить кисель мы заезжали с леночкой магазин продукции из казахстана и там сто процентно натуральный продукт кисель маме очень понравился черничный прям зашел на ура ей подходит по питанию там разные разные есть я возьму черничного штук 10 наверно сразу потому что она сказала будет его пить и возьму на пробу еще клубничный ну и посмотрю что там еще есть какие кисельки кисельки вообще это для него хорошо обволакивает желудок и большая польза и они подходят вот он магазин вот такая девчонка арна вот кисель здравствуйте да слушайте маме понравился такие сели это возьмем с собой на мурманск сейчас я еще посмотрю так клубнику нужно попробовать черная смородина нельзя нужно персик попробовать по одному возьму попробуем приедем еще а кисели все да так на картошке вот это можно наверное все макарошки еще не пробовали уже дома у меня по плану снова выпечка это будет пицца это танюшкино тесто это вторая партия второй кусочек вернее есть еще один первые были беляшин сейчас будет пицца с третьего кусочка потом придумаю что сделаем все пиццу нам остырила отправляю в духовку в этой духовке я ни разу не пекла не тогда когда тетя клава была жива не потом царствие небесное поэтому это духовка для меня будет дебют пицца готова вроде бы пропеклась нормально половину угостим плавуню свете половину останется дома и сейчас сделаю хотела сделать маленькие ватрушечки не хочу возиться сделаю такую же большую лепёху на середину творог и будет одна большая ватрушка выбираю мамульки на ужин клубничку слышу запах на весь огород я бегом думала сгорел мой пирожок нет ничего не сгорела немножко края подсохли но ничего страшного моя такая пицца с творогом удалась кто тут спит такой масик масик спит лена немножко пришла помонтировать куля тоже спит до море нельзя поспать надо помонтировать немножко и потом в разведку за земляникой поедем мы в лесу по старой памяти вроде бы здесь где-то мы собирали ягоду когда еще тетя клава была жива учета пока земляничника не видно может быть не туда заехали цветочки я хожу глаз туда глаз сюда маленькие листья вот листья вижу а ягоды вообще ни одной не вижу наверно кон надо смотреть по над лесом потому что на лугу возможно вымерзло все дай по над лесом попробуем посмотреть вот так где болталась хоть зелененькая нету ничего а нет вижу одну коль спелую маленькую нет не спелую полубокую ну вкусно у нас безрезультатно даже пару ягодок не удалось есть одну пожевал и все деревья повалило как ветром гляньте гляньте он льет прям видно видно дождь как струи у дождя и там или поедем домой я не знаю коль сейчас польет так и вообще не знаю дорога то нормально но ягоду мы собирать же не будем под дождем на ветер разошелся начать творится что мы сегодня не это хотя коль мы сейчас можем доехать она все прекратится едем домой а там посмотрим если все нормально поедем на другой луг слушайте приехали на другое место а здесь земляничка есть ее немного но хотя бы чуть-чуточку нарвать покушать и маме отвезти сейчас мы этим и займемся переехали на другое место тут прям повеселее ветвище сильный дождя нет ягода хорошая ягода крупная ветром траву уложила и собираем я на коленках ползаю коль а лёжа такая вкусная кто бы знал где где вон сиди смелее гардер минары полудина и такой вот так она на огороде дэна смелись иди насчет милая витя иди махни клава там на огороде ретр и раздеда взяла твой палат так она тепло было потом тучки мы ездили к петровичу получали землю для кактусов и к вам заехали я пиццу привезла делала и и пирог с этим форогом те шабаки кошки 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 где вас ребенок ребенок где вас где ребенок ничего не брала ничего не брала вам завтра приду завтра приду завтра что-нибудь принесу. Сегодня ничего нету. Блядь, я ступала. Ветром понадобила. Ох и ветер. Заползай. Что, квас не пили? Я пила. Слабоватой. Ну, холодной ему надо пить. Холодной пороской. Ну, слабоватой. Все равно учиться пожалела. Надо бы ее у теплой пороской. Она бы еще кислее была. Нормально, нормально. И стало тоже вредно. Ведь не холодная вода. Да, я только набрал. А, о. А, о. Да, да. Не сильно подзариваю. Не надо ли нас? Веник какой. Это лаврушечка нельзя. О, спасибо. Прямо с дерева. В магазине. Они всякие лавни белые и космоголазские. А это мята. Давай, Миль, покушаем это или чай. Чай. Или сейчас чай попьем. Тебе пей хоть водку, хоть что. Чай без вина, пей без меня. Джай без вина, пей без меня. Так, ладно, мы с Колей возьмем, а вы пейте. Миль, ну покушай вон, пиццу покушай. А, пиццу, да. Свежая я делала. Свежая. Слушай, или с творогом, вон пирожок. Нет, не очень честно. Я наела сосуку, бульончик с куриным. Так нажалась, даже не накрыть. Потому что я оттуда что убежала-то? Потому что миджи не было. А я вот воды. Я вот, я нарвала 22 веточки. Я по два листочка кладу. И я вырубаюсь сразу. Вот так и вырубаю чай. Я вырубаюсь моментом сразу. Сто ночью просыпайте, хоть глаза выкали. Не могу даже ничего делать. А, мишки, да. А это мы сейчас попьем. Чай с мятом. Как Коля, мне Лена заводи мне чай с мятом. Да, у меня тут растет под деревом. У меня милиса растет. Ну, она такая, почти. Я посадила, у меня кошки все. И выкопали. И выкопали. Там на дайте до кого-нибудь пошли. И главное все. И Клавин, и Куполянский. Все туда, все в одном месте. И мои еще. Они решили, что там у них все. Я начала перекапывать одни какахи. Выкапывали. Витки отчаянник закипел. Витка. Сейчас я мы. Забирай чайник. Сейчас чуть глоняем. Глоняете. Чай без вина, а ты без меня. Ладно. Миль, да покушай. Ладно, я так нанялась, не хочу. А я, Миль, стала вот с медом пить. Шиповник и мед. И сплю ночью. Полезно. 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 Все на пользу. Конечно. А вот идешь. Это мне Инга. Чай, что хотите. Привозила шиповник. А вот не то он продавается такой. Продается. В агнике. В агнике. В агнике продается. В агнике продается. Я видела. Термис и мед. Куда? В агнике. Это и на ночь. Утром можно вхать. И утром наливаю. Прям такое. Темное. Ага. У вас там ничего не повредилось там? Когда гроза была? Да не гроза, а когда смерч был. Позавчера, да? Да, ну свет вырубила там. Кистана два провода где-то. Ну такого особо не это. А я забор. Чих не поварил. Да. Ну а тумба стоял здоровенный. И вот так прям вот перевернуло. Ну видно сильный такой ветер. Я стояла, я люблю такие вещи. О, я вообще боюсь. А я боюсь. Да. А я на крыльце дверь открыла, стояла. Люблю, вообще не могу. А у нас тут прям воронка крутится. У меня Юркин дом даже не видно было. Вот видимо и дождь одновременно так крутится, крутится все. А я не видела воронку. Да ты что? Вот у нас тут просто воронку. Крутила. У меня забор. Она и да, как закрутила я прям песок вверх. Да. Уверху был. Да. Я не видела. У-у-у-у-у. Я на огороде как раз была видела. Я чего себе делала. Не хватила. Может закрутить как не и все. И можно умереть. Да если смотря какой сильный, если не сильный. Поднимет и шлепнет тебя и хватит тебя. Да. Поднимет на три метра и шлепнет тебя. Ну в старину. Не в старину. А вот когда Шарош вот эту мать рассказывала. Молотились. Связывали в снопы. И вот так вот вихрь напал. Закрутил, закрутил и стукнул. И она упала. И мертвая. Ну сильная была видимо. Опасная. Ну как бы сейчас смерть. У нас смерти еще не хватало. Ну здесь ураган то часто бывает. Я помню. Ну ветра то да. Но чтобы вот это вот. Сайт он сносил весь от дома снесла. Это наверное работа три назад дома. В Москве сегодня что творится мне знакомая. А там целая неделя. Передаваешь на целую неделю. Ужас. У них от сыра. Ничего все дома не сохнет. Они в резиновых сапогах. Сапоги пропали. Все на сапоги подскочили. Люди от пользы с момента. Что творится. Сегодня вообще ужас там. Сегодня вообще каравол. Ну нет. Знакомые с вами прислали. Мне тоже с нас было прислали тоже. Потому что у меня в подвале магазин полки уже тут. Вода там да. А там порошки стирали. Вот это все. Это все химия. Пена наверное там. Да точно. Там трендец. Не спасти. Ну порошки то да. Нет. Если они включить фартон на это. А если такая пластинка. Уже не товар на бит уже не продашь. Все вода туда на бит. Ну передавали что вся неделя будет с ленью. У них уже 5 лет. У них вообще льет. Ярославль затопила. Кострому затопила. То что у меня брат Костромеда говорит. Это же что там. Даже я машину даже не боюсь взять ее в гараж. Может меня уже машина там затопила. Ну вот. Везде какая-то дядька. Аномалия. То в апреле уже чуть ли не лето было. В мае заморозки. Сейчас топят. Что творится. Да. Ну были заморозки. Ну не такие. Чтобы до пяти. До пяти. До пяти. До семи было. Да. Если бы он был недолго. Полчаса и он бы ушел. Так вот это бы ничего. А он пять часов заморозок был. Стоял. Рассказывал. По интернету рассказывал. У меня у подруги мать живет в Липецке. Вот она писал дочери. Целые пять часов. Они там в деревне живут. Мы говорят и костры зажигали. И все. Что хотя бы дыма. Ничего не помогло. Пять часов говорит мороз стоял. В московский дом ночуют или гуляют? Ночуют. Ночуют. Вот эти динок вообще ночуют. Мои взялись по ночам гулять. За три приходят дочери. Приходится щелку оставаться. В первое время у меня так все время. Я их еще искала. Ночью засыпаюсь. И еще они. Я ходила искала. А я сейчас одна. Я закрываю дверь. Детки ну-ка быстро домой. Быстро. Заходят, да? Заходят домой. Ну что утром пять часов. Они уже надо. Ну выгрузите. Гулять. Писать. Мы взялись прям вечером. Мы до двух до трех ночи приходим. Да пусть гуляй. Они то ладно. Соседские еще заходят. Мои по столам не лазят вообще. А это же остались кусок хлеба и тут утащят. У нас тоже. Вот этот сынок ходит. Утром просыпаюсь. Вот открываю дверь. А он. Я тоже приоткрываю так вот. И чтоб они не зашли. На ночь я конечно закрываю. Потому что я одна такая. А тут выхожу их выпускать. Ну на крыльцах помонять мочать. И они сразу все углы до плюхать. Это у них все углы посал. А с соседским помешано. Он приходил и девок нету. Отметил что он был и ушел. Скотина такая. Слушай. И шланга сегодня омыло две. Невозможно вот так. Ну они с мочем вот такая. Вообще какой-то кошмар. Ядовитая. А вонючая то может. Если не кастрирована. А кофти тоже. Нет они вот в дожде. И когда жарко очень. Они дома сидят. Мы уже поговорили. Завтра нет. Другой раз. Завтра пропустим. Но мы все равно на рынок поедем. Надо это. Мишка же прошел. Надо узнать. Там моторы цены. Маме хочу абрикосы хоть купить привозные. Хоть пусть поесть. Хоть они это. А я ездила тоже. Я курешню купила. Абрикосов купила. А я так все абрикосы тоже поедала. Барус абрикосов? Ну смешно. Мы дома и покажу что мы набрали. Это Колин улов. Ну вот столечко. Но он есть. Это круто. А это мой улов. Она конечно наполовину красная. Наполовину зеленая. Но даже вот эта уделенковатая. Она все равно вкусненькая. Поэтому съездили мы не зря. Успела я? Не успела. Короче я вышла. Что там? Ёнечка? Где он? Вон он. Я вышла кашу вынесла. Ёжику. А он прям по крыльцу здесь вот ходил. Ёня куда тебе положить? Каша она не в молоке мамина. Поэтому ёжику можно. Вот там за кустом сидит. Сейчас надо одеться мне туда вынести. Налить. Под стол поставлю туда. Слышу мяф. А это Мася. Вот и мяф да. Вот и мяф. Ждем ёжиков. Под навесом. Да. Сегодня в девке вам не пруха. Придется ночевать дома. Никакой ночной прогулки не получится. А? Обидно да? Обыдно. Ну что ж теперь. Подышите и пойдем сейчас. Что тебя в тусу не пускают? Тебя не пускают в тусу. Что вы думаете? Иди сюда иди. Я выхожу сюда в предбанник. Это я прикрыла дверь на улицу. И у нас тут гуляет вечерний ёж. Он был здесь. Я его сюда естественно руками не заносила. Но он не боится. Он очень смелый. Ты посмотри кто там сидит Мася. Тебе гулять надо. Там дождь льет. На тебе яичко. Ты будешь яичко вороное. Не бойся ты. Ну не бойся. На яичко. На. На. Не боись. Не боись. Мася. Мася. Ну ты. Не пойми. Мася. Ты поешь мне песни. Потому что тебе на улицу надо. Да там мокрая. Ну не бойся Ёночка. Ну не бойся. Или ты просто не хочешь такой еды. Окусняшку дать тебе. Печеньку будешь? Печеньку. Смотри что дам. Смотри что дам. Печеньку дай. Ты не надо меня фыркать. Я тебе угощаю. Я тебе угощаю. Я тебе угощаю. Будет он. Печеньку он будет. Печеньку. Скажи я буду. Сяду на ступенечку. А наблюдаю за ежом. Видите как я зуб. Ох. Зубищи какие у нас. Какие у нас зубищи. Ну покажи пока ты кушаешь. На черном фоне тебя плохо видно. Да. Давай так камеру положим. Вот так вот. Посмотрим как ты кушаешь. Печеньку. 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 Такой смелый ёж. Ты такой общительный ёж. Ой, ой. Он сам к нам пришёл. Да ты что? Да. Полюбуйтесь. Полюбуйтесь. Ого. Вечерний ёж, что улица дождь. Он пришёл, я ему дала яичко, не захотела. Дала печей, когда он у нас крошил всю печенюху. Он съел почти целую печенюху. Да ты что? Мы гурманы, ежи гурманы. Ой. И хоть бы что ему. Тут и кошки, и люди. Лиса, урони мне вазу. Зоопарк целый. Зоопарк. Урони мне вазу, куда ты едешь. Вот, хотела ежа посмотреть. Смотри, кошки. Пугает. Вот мы на поле один раз нашли ежа. Он свернулся в клубок. И не подойти к нему никак. А этот, вот видишь, он смелый. Всё, он сейчас всё доточит. Наглый. Так он по крыльцу ходил. Я думала, это, я ушла. Он ушёл. Я возвращаюсь, он уже тут ходит. Ну, я закрыл. Миша, ты кого тут привела? К кошке как-то вообще к ним, это к ежикам нормально относятся. Ну, так вот. Ой, ну хозяйство у тебя. Кому только нет. Прятаться пошла. Да, в шкаф залезла. Всё. Ты от ежа спряталась в шкаф? Йонечка, ты всё или ты будешь вылизывать ещё крошечки? Я бы тебе ещё дала, но тебе, наверное, много будет. Или ещё дать? А так, где они кушают? Ты им каждый день даёшь? Ну, я-то даю каждый день, но они же кушают. Они же и червяков там, и всяких. Там ловят что-то. Наелся. А ну, яйцо не будешь на закуску? Ну, лиса. Ты посмотри, что делает. На шкаф полезно. Да ты что? Лиса! Ничего себе! Тебе там место, да? Как таракан. Таракашка-букашка. А потом сидит на меня, смотрит, сними меня оттуда. Да? Ага, по одежде туда он залазит, поставит. Ну, а что ты туда забралась? На ежа наблюдать? Слушай, у него всё наоборот. А теперь он ест яйцо. Нормально едят сначала, потом десерт, а он сначала десерт, а потом основной приём пищи. Ой, кошечки тут ежи. Ты караул. Угу. Караул. А кош, блин, толстый. Может, тут уже ночевать остаться? Ага. А что, там мокро, там льёт. Клетку ему надо. Ай-яй-яй. Йоня, Йоня.